С вашей машиной что-то случилось, из неё идёт дым! Почему даже опытные водители верят мошенникам? Не восьмой десяток. Вот, поэтому, дескать, мужик вот такой вот беззащитный, мы его сейчас обуем. Картофелина, пластиковая бутылка и наждачная бумага. Лучшие друзья афериста. Или как на пустом месте организовать ДТП? Пока один из преступников разговаривает с ним, второй шкуркой наносят повреждения в правой задней части машины. Не хочешь платить добровольно? Заберём силой! Криминальные банды на больших дорогах России! Установлено, что злоумышленники причинили ему огнестрельное ранение, разбили стекло его автомобиля и похитили денежные средства в сумме 21 миллион рублей. Они работают целыми группами и используют самые разные сценарии. Одни бросаются под колёса и изображают пострадавших пешеходов. Другие предлагают помощь в починке двигателя и везут в фальшивый автосервис. Третьи давят на жалость и занимаются вымогательством. Но цель у аферистов всегда одна – обобрать водителя до нитки. Все виды автоподстав и дорожных разводов. И советы специалистов, как избежать обмана. Об этом смотрите прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Эй, мужик, ты сбил человека! Это приём, который часто используют аферисты. В начале в ход идёт гирька или бутылка. Её кидают под проезжающую машину, а затем догоняют жертву и предъявляют ей сбитого пешехода. Для таких спектаклей нужны как минимум 3-4 человека. Участники этой банды из Санкт-Петербурга распределили роли следующим образом. Один поджидал автомобиль и бил по нему боксёрской перчаткой. Второй представлялся сбитым пешеходом и в качестве доказательства предъявлял жертве разбитые часы. А третий представлялся свидетелем. Всего за пару месяцев мошенники заработали таким образом 900 тысяч рублей. Когда ты слышишь такие вещи со стороны, то ты думаешь обычно, что они происходят с какими-то другими людьми, что они не происходят с тобой, что ты точно никак сам с ними никогда не столкнёшься. Никогда не говори никогда. Однажды Марку пришлось испытать на себе, что такое автоподстава. Мужчина ехал по улице и почувствовал, что в машину что-то ударило. Примерно метров через 500 меня подрезает какой-то малолитражный автомобиль. Ко мне бежит водитель оттуда и говорит, что я только что на пешеходе сбил человека. Этот человек сейчас находится у него в машине. Этот человек травмирован, его нужно ввести в страх пункт. Я понимаю, что человек, который на переходе только что якобы сбил человека, он там лежит, может быть обливается кровью, я уж не знаю. Конечно, он впадает в панику. Как реагировать на обвинение Марк не знал, растерялся, а спектакль набирал силу. Сбитый пешеход представился полковником МВД. Он показал свою руку, которая якобы сломана или ушиблена, или что-то ещё, и всячески там изображал приступы тошноты, как ему плохо, выходил из машины. Кульминацией спектакля стали часы на руке полковника. Аферисты заявили, что они подарены чуть ли не президентам и стоят 8,5 миллионов рублей. А теперь они разбиты. И тут же последовал звонок в сервисный центр часовой компании. Что меня, собственно говоря, насторожило, что человек даже не показывая часы и просто по звонку из сервисного центра, ему тут же по факсу присылают смету-ремонт в 3,5 миллиона рублей, даже без осмотра часов, просто по звонку. Мошенники потребовали оплатить эти 3,5 миллиона, причём 500 тысяч рублей прямо на месте. Тут Марк окончательно понял, его разводят. Никакие вот эти имущественные отношения, особенно связанные со здоровьем, нельзя решать на месте. Никаких местных разборок, вась-вась вот этих, брат-сват, не должно быть вообще, в принципе. Если вы наберёте 03 или там номер любой из служб, мошенники в ту же секунду испарятся, да, потому что, очевидно, им совершенно не улыбается вступать в контакт с госслужащими, там, подписывать протокол и так далее. То есть эта ситуация мгновенно испарится. Марк избрал другую тактику. Сделал вид, что готов заплатить, но вместо банкомата поехал к друзьям, которые уже приготовились дать отпор мошенникам. Аферисты поняли, что жертва сорвалась и сбежали. После этого случая я не пожалел деньги, купил себе видеорегистратор, чтобы ехать и быть спокойным в том случае, что если будут такие мошенники, просто посмотреть на видеорегистраторе, что произошло, что случилось. Дорожные мошенники так обнаглели, что работают даже на особо охраняемых трассах. Этих аферистов поймали в Москве на Садовом кольце. Они так увлеклись разбоем, что не заметили дорожный патруль. Как тебя зовут такой? Вот из адмоката не буду разговаривать. Говорят, вы причастны к подставам на дорогах. Каким подставам? Я никому ничего не причастен. И никого не подставлял. Отвертеться мошенникам будет трудно. Полицейские все видели своими глазами. Аферисты слишком близко подъехали к одному автомобилю и бросили в него яблоко или картофелину. Далее автомобиль, который ехал впереди, вынули остановиться. Подошли к пожилому гражданину и словесно попытались у него вымыть денежные средства. Водителю повезло. Полицейские вмешались в разговор и арестовали аферистов. Кто-то требует деньги за разбитые часы, а кто-то за сломанные ноги и ключицы. С таким обманом столкнулся москвич Сергей Панин. В тот день он ехал по крайнему правому ряду и заметил трех парней, которые стояли слишком близко к дороге. На момент, когда поравнялся я с ними, то есть раздался удар, я интенсивно увидел, что зеркало у меня выскочило. То есть оно не закрылось, не захлопнулось, а выскочило. Я не придался первого значения. А зря. Мужчину тут же догнали парни, якобы свидетелей происшествия, и обвинили в том, что он сбил человека. Я подбежал, говорю, ребята, давайте быстро вызываем скорую и ГАИ. Я говорю, надо все это быстро оформить. На что мне ответили, какое ГАИ, какая скорая. Значит, видишь, человеку плохо, надо быстро его везти в больницу. Очень часто человек в экстремальной ситуации, спровоцированный негодяями, он теряется, он пугается, он совершенно морально не готов к тому, что ему предъявляются подобные претензии. И начинает вести себя неправильно. Якобы сбитого мошенники погрузили в свою машину и уехали. А Сергея подвели к джипу, где сидел начальник пострадавшего. Он сперва набрал машину потерпевшего водителя. Значит, тот сказал, да, вот мы сейчас встретили скорую помощь, ему оказывают помощь. И я слышу, он включил громкую связь, по громкой связи слышу сирену скорой помощи. Вот, потом он говорит, дай мне врача поговорю с ним. Ну, он разговаривает, значит, он якобы врач говорит, что там месяца 4 придется лечиться, лечиться сломанно. Вот, и после этого он мне называет сумму, ты должен заплатить 540 тысяч. Сергея так запугали, что он поехал домой за деньгами и отдал бандитам половину суммы. А когда аферисты потребовали вторую часть, вызвал на подмогу сотрудников правоохранительных органов. В итоге одного из членов банды, Антона Максимова, арестовали. Оказалось, он уже давно занимается этим бизнесом. Смотрите далее. Сами мы не местные, помогите на бензин. Как мошенники под видом иностранцев обирают жалостливых водителей. Ну, я чувствую, там элемент был зомбирования и гипноза. Понимаете? Целой бандой на одного водителя. Мошенники с большой дороги не гнушаются грубой силы. Сначала подстраивают ДТП, потом пускают в ход оружие и кулаки. И отбирают жертву до нитки. На пол! На пол! На пол! На пол! Участники этой преступной группы много месяцев держали в страхе водителей подмосковных трасс. На 77-м километре автодороги Москва-Крым спровоцировали ДТП с автомашиной потерпевшего. Причинили ему огнестрельное ранение, разбили стекло его автомобиля и похитили денежные средства в сумме 21 миллион рублей. Откровенное насилие мошенники используют редко. Обычно они действуют более изощренно, разыгрывая целые театральные представления. Однажды жертвой такой автоподставы стал пенсионер Юрий Чуркин из подмосковных Мытищ. Мужчина водит машину с 17 лет. Сам всегда ремонтировал автомобиль. Но мошенники разыграли спектакль как по нотам. И сумели вытянуть из жертвы 45 тысяч рублей. По машине видно, что она не современная модель. Дальше на ней знак инвалид. И когда я выходил, по мне же видно, что мне даже не 50 лет, а мне 80. Поэтому, дескать, мужика вот такой вот беззащитный, мы его сейчас обуем. Мошенники взяли пенсионера в оборот на автозаправке. Юрий Сергеевич вставил шланг в бак и пошел заплатить за бензин. Возвращаясь, я заметил, что от моей машины отходит какой-то мужик. Пенсионер не придал этому значения. И краем глаза заметил, что рядом стоит эвакуатор. Чуть прибавляю газ, а машина у меня как бы не идет. И в этот момент слышу сзади сигнал с этого эвакуаторщика. Остановись, дескать. Вот, я остановился, у тебя мужик из глушителя, дым, масло течет, пламя. Юрий Сергеевич не знал, что и подумать. Ведь еще с утра с машиной было все в порядке. Лишь потом он понял, что на заправке ему что-то подсыпали в бак. А затем появился водитель эвакуатора, который убедительно сделал вид, что просто хочет помочь. Вы знаете, бытовое актерство, на самом деле, оно дается очень легко, гораздо легче. Это в театре или в кино мы, заранее зная, что общаемся, что видим артистов, актеров, мы предъявляем к ним гораздо более высокие требования, чем в быту. Вот давай поедем в сервис, недалеко, тут то да сё. Сейчас тебе быстро, там какая-то фига, она провернулась. А затем была кульминация спектакля. Сотрудники автосервиса стали убеждать пенсионера, что двигатель сломан и требуется срочный ремонт, за который нужно заплатить 45 тысяч рублей. В конец растерянный мужчина поверил, заплатил и лишь на следующий день понял, что это обман. Название этого сервиса меняется, хозяин у него прежний и сервис до сих пор существует. Мы отправились в автосервис по указанному адресу и попробовали поговорить с его владельцами. Может быть, у меня тоже мастера, может быть, ошибся, да. Но это может быть один из тысячи. А скажите, вот эвакуатура, это не мое, это не мое собственное. Автоподстава с двигателем и поездкой в чёрный автосервис – это, так сказать, высший пилотаж. Есть в арсенале аферистов трюки и попроще. Самая распространённая автоподстава выглядит так. Мошенники имитируют небольшое ДТП, а затем дружно вымогают деньги за фальшивое повреждение. Сейчас эти парни стыдливо скрывают лицо, а на дороге действовали нагло и цинично. В Санкт-Петербурге от них пострадали десятки водителей. Имитация происходила следующим образом. Машина обвиняемых равнялась машиной потерпевшего, после чего водитель кидал этот грузик в машину потерпевшего, имитируя удар. Кроме грузиков, в подобных аферах обычно участвует наждачная бумага. Пока один из преступников разговаривает с ним, второй шкуркой наносит повреждения в правой задней части машины, обычно крылу и дверь. Потом показывают ему это и говорят, вот видишь, ты нас притёр. Первый практический совет, который я хотел бы дать, это никогда не вступать в диалог с так называемыми пострадавшими и не пытаться с ними выяснить что-то на месте. Госавтоинспекция неоднократно повторяла, что все случаи на дороге в данный момент решаются только путём вызова госавтоинспекции или страхового агента. Если уж мужчины, водители с большим стажем и опытом попадаются на удочку мошенников, то что говорить про слабый пол? Женщины в устройстве автомобиля разбираются плохо и верят всему, что им говорят. Москвичка Ирина Дзёмина машину водит уже 10 лет, но что под капотом знать не знает, за это и поплатилась. В тот день она возвращалась в Москву с дачи вместе с внучкой и её на дороге остановил водитель эвакуатора. И показывает мне, говорит, женщина, у вас из выхлопной трубы чёрный дым и я видел искру. Да-да-да, я знаю этот развод, я знаю этот развод. У вас там коробка, сейчас у вас масло течёт из двигателя, вам нужно что-то такое поменять, какую-то там прокладку или что-то ещё. Ирина Викторовна поверила, вышла из машины, ничего не увидела. Тогда водитель предложил ей опять сесть за руль. Я завожу в машину, он тут же машет мне рукой, всё-всё-всё останавливайте. Выхожу из машины, подхожу сзади и около выхлопной трубы вот такие брызги, вот на земле брызги. Он говорит, вот видите, у вас что-то такое серьёзное, вам дальше ехать нельзя, вы с ребёнком, у вас машина может загореться. Проще, конечно, остановиться у обочины, закрыться, позвонить родственникам, своему супругу, сыну, ещё кому-либо из мужчин и сказать, что у меня такая проблема, что делать. Ирине Викторовне было к кому обратиться, сын, друзья. Но водитель эвакуатора настойчиво предлагал ей помощь. Друзья рядом держат сервис. Давайте я вас туда отвезу. И женщина согласилась. Когда вот эти разговоры брат с ватой, это всё, когда слова слышу ключевые, для меня это сразу всё, сигнал, как бандиты. А дальше всё было по отработанному сценарию. Ирину Викторовну попросили погулять полтора часа. А когда она вернулась, двигатель уже был наполовину разобран. Они начинают мне, значит, говорить, вот у вас с поршнем здесь, вот видите, вот у вас, вот здесь прокладка. Ну, соответственно, как женщина, я вижу машину, ну что я могу представить себе, я никогда её сама не ремонтировала. Сначала механики сообщили, что ремонт обойдётся в 10 тысяч рублей. Через полтора часа цена выросла уже до 70 тысяч. Фактически у меня барахлила, только была залита одна свеча. Вот ремонт свечи у меня вошёл со 70 тысяч. Здесь, безусловно, нужно обращаться в органы правопорядка, нужно писать заявление в полицию. Это основополагающий шаг, потому что очень часто люди говорят, что вот у нас есть проблема, мы обращались, но когда начинаешь по опыту работы с обращениями граждан выяснять, обращались реально или нет, выясняется, что не обращались. Смотрите далее. От нас не уйдёшь. Как аферисты с большой дороги месяцами преследуют своих жертв. Каким образом совершали мошенничество? Уседователи возьмите дело, прочитайте. А вы не расскажете? Не хочу. Одни мошенники делают ставку на агрессию, другие давят на жалость. Они изображают на себя попавших в беду иностранцев и просят дать им денег на бензин. Особенность таких автоподстав в том, что обычно они происходят за городом, на больших автострадах большой страны. Мне неудобно и стыдно. Будут посмеиваться же надо мной, что меня как лоха развели. Но дело в том, что это довольно-таки изощрённое мошенничество дорожное. Всё произошло на трассе М-5, которая связывает Москву с Челябинском. Московский пенсионер Виктор Ковельков решил проведать уральскую родню и отправился в путешествие на машине. Проехав километров сто, зарулил отдохнуть на стоянку. И тут же к нему бросились двое мужчин по виду иностранца. Руки умоляющие, вид, чуть не плачут. Гутен так, то есть добрый день, комрад, товарищ, хельфен, хельфен, помогите. Избивчивой речи мужчин пенсионер понял. Они немцы, едут в Самару. По дороге попали в аварию. Теперь им срочно нужны деньги, чтобы продолжить поездку. А взять негде. Кругом чужая страна. Он снимает вот такое кольцо. Вот золотое кольцо отдаю. Только даю рубли. Потом видят, я что-то так недоверчиво на них гряжу. Они бокнулись на колени. Но если уж вы чувствуете себя совсем добрым и хотите показать российский народ с самой лучшей стороны, то этим немцам, наверное, лучше дать 100 рублей или 200 на бензин, чем покупать у них фальшивые золотые кольца или часы за десятки тысяч рублей. Пенсионер сам не раз попадал в трудные ситуации. Сердце дрогнуло. Сдался. От широкой русской души подарил иностранцам 5000 рублей. Мельче в кошельке просто не было. Я вообще золотой человек стал благодаря им. Вот, пожалуйста. Сколько колец и два браслета. Якобы золотых. И вот верьте, нет. По-моему, элемент гипноза был. Я им дал еще 5000. Мошенникам с большой дороги верят не только старики. Певица Светлана Разина несколько раз попадала в их сети. Однажды ее остановили, чтобы спросить дорогу. Пока спрашивали дорогу, пока я открыла окно, отвечала. С правой стороны забежали, схватили сумку с документами. Выхватили и все. Это все происходило, причем рядом с милицией. То есть там тогда была милиция. И прямо рядом был их вот этот опорный пункт. То есть им совершенно ничего не страшно. В другой раз Светлану обманули на автозаправке. Джип перекрыл ей дорогу. Оттуда вышел хорошо одетый мужчина. И попросил срочно выручить. Одолжить на бензин. Поскольку у него только что заблокировали банковскую карточку. И вот я понимаю, что у меня в этот момент мозг просто отключается. Я понимаю, что человеку что-то надо. Я говорю, что надо? Денег дай на заправку. Дайте, пожалуйста. Я вам сейчас на телефон отправлю вот через час. Само собой, деньги к ней не вернулись. Русские люди жалостливы. На это и расчет. Но способ остановить аферистов все-таки есть. Если видим ситуацию на дороге, когда другого человека разводят, когда могут раздеть, когда такая ситуация, что на развод идет, вызывайте милицию, полицию. Просто отгоняйте. В зависимости от вашей жизненной позиции. Попасть в руки дорожных мошенников легко. А вот отвязаться от них трудно. Если они чувствуют, что человек внушаем и легко поддается угрозам, то могут преследовать его месяцами. Что совершили два этих афериста, полицейские узнали и сами. Мошенники инсценировали ДТП в Москве, на Нижней Первомайской улице. И потребовали с мужчиной, который попал в их сеть, 27 тысяч рублей. У данного гражданина с собой такой суммы не оказалось. Он передал им 6 тысяч рублей и 100 евро. После чего злоумышленники неоднократно посредством мобильной связи связывались с потерпевшим. Требовали передачи им остатка денежной суммы. Затравленный водитель понял, что сам не справится и отправился в полицию. Выяснилось, что мошенники регулярно занимались таким разбоем. Предположительно, у задержанных были сообщники, которые посредством мобильной связи вводили заблуждение потерпевшего, представляясь представителями страховой компании, органов ГИБДД. И посредством телефонного разговора убеждали потерпевшего не вызывать на место сотрудников ГИБДД, не обращаться в страховую компанию, а решить вопрос на месте. Оба мошенника уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе по статье «Угон». Теперь после ареста дорога немножко от них отдохнет. Пластиковая бутылка, старый телефон и пакет с раздавленными продуктами. Вот нехитрые инструменты мошенников. Мы решили разыграть трюк со сбитым пешеходом на парковке крупного торгового центра. Помочь в эксперименте нам согласилась пенсионерка Клавдия Петровна. По легенде, она идет из магазина с дорогими продуктами, которые купила на день рождения внука. У нас есть заранее подготовленный для вас реквизит. Это якобы продукты, которые вы купили в магазине. Также у нас есть заранее разбитая бутылка вина. И она у нас не одна. Якобы это вино стоит 4000 рублей за бутылку. А также у нас есть заранее разбитый вот такой вот телефон, который тоже стоит недешево. Все это нам нужно будет в процессе обыграть. Вам нужно будет очень красиво и эффектно упасть под колеса автомобиля и предъявить водителю претензию о том, что он вас якобы сбил. Разыграть автоподставу удалось не сразу. Да хватит вам цирку сраивать, чего тут вообще? Я 20 лет за рулем. А вот в третий раз все получилось. Бутылка ударилась о машину, а бабушка убедительно сыграла свою роль. Стойте, девушка! Ой, 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 ой. Нет, все, икру выкидывайте, икра вся помялась. Мы уверяем девушку, что она еще и сломала пенсионерке телефон. И телефон разбил. Телефон разбили? А телефон дорогой? Дорогой, конечно, да мне сын подарил. И вот она, кульминация эксперимента. Обступаем девушку со всех сторон и начинаем требовать компенсацию. Со всех. Никуда. Смотрите, вот женщина, решайте, мы не видели ничего. Мы ничего не ведем, женщина, сами все решите. А карта есть? Здесь есть просто банкомат. Вот у меня, да, вот есть. Карточка есть? Ну, можно снять, я не знаю, как договорить что-то. В конце концов, девушка согласилась снять деньги с карты. Мы пошли к банкомату и признались, что это автоподстава. Вот смотрите, вот камера у нас одна, вот вторая камера и вот еще камера. Вы сейчас приняли участие в эксперименте. Это действия мошенников, которые разводят вот таких, как вы, невнимательных водителей. Попались, а они настоящие мошенники. Я в шоке. Не переживайте, не переживайте, все хорошо, все нормально. Это актриса. Моральный эксперимент довольно проста. На дорогах достаточно наивных водителей. И при минимальных усилиях на этом вполне можно заработать. Иногда автомобили ломаются и попадают в аварию. А у водителя всегда, на всякий случай, есть деньги. Это два кита, два основания, на которых мошенники строят свои аферы. Эти люди хорошие психологи. Они умеют запугать и убедить даже людей с большим водительским стажем. Предупрежден, значит вооружен. Мошенники используют одни и те же схемы. Мы сегодня о них подробно рассказали. Не попадайте в подобные ловушки. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны и не повторяйте ошибок наших героев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok